Здравствуйте! В эфире телеканала Десна ТВ Новости. В студии работает Алина Сазонтова. Главные темы сегодня. При поддержке концерна «Росэнергоатом» и АТР АЭС в Десногорской детской библиотеке открылась передвижная выставка. Дает возможность всем нам, взрослым и векишам, ознакомиться с литературой, ознакомиться с творчеством, с поделками. Перезахоронение останков солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Мы не знаем их имен, но мы точно знаем, что они отдали свои жизни за нас, за наш мир, за нашу свободу. 31 марта в Десногорской библиотеке состоялась презентация передвижной выставки, посвященной 85-летию издательства «Детская литература». Вы сможете познакомиться с раритетными и современными книгами издательства «Детская литература», а также экспозиции кукол, созданными руками детей, победителей первого международного конкурса «Атом Кутюр», учрежденного фондом АТРАЭС. Выставка проходит в рамках литературного конкурса «Атомный пегасик» и «Атом Кутюр». До конца года будет представлено в 10 городах присутствие атомных электростанций. На открытии выставки Александр Новиков, заместитель главы муниципального образования города Десногорск по социальным вопросам, в торжественной обстановке вручил Любови Милосердовой сертификат конкурса лучших муниципальных практик и инициатив социально-экономического развития в муниципальных образованиях на территориях присутствия госкорпорации «Росатом». Очень хорошо, что такие выставки сейчас курсируют по нашим атомным городам, дают возможность всем нам, взрослым и ребятишкам, ознакомиться с литературой, ознакомиться с творчеством, с поделками. За два года 160 обучающихся в нашей школе участвовали в этом замечательном конкурсе. Для победителей и призеров организуются в летний период творческие смены в лагерях, во время которых ребята участвуют в мастер-классах с журналистами, с писателями, современниками, ставят спектакли по своим же произведениям и, конечно, сами играют воли, окунаются в атмосферу творчества и созидания. По итогам конкурса издается книга с произведениями победителей. В этом году конкурс «Атомный Пикассик» посвящен 200-летию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского и Международному году «Мира и доверия». Обучающиеся школы города уже начинают активно участвовать в конкурсе. Мы желаем ребятам достойно представлять всегда наш любимый город Десногорск, творческих побед. В Десногорске первыми участниками конкурса «Атом Кутюр» стали учащиеся нашей художественной школы. Какие задачи были у этого конкурса? Это, прежде всего, поиск и поддержка талантливых детей. Талантливых детей в области дизайна одежды, развития их творческих способностей. Это предоставление возможности детям пообщаться с ведущими российскими дизайнерами, деятелями искусства, модельерами. Это проведение мастер-классов. Это профориентация. Это разработка юными дизайнерами коллекции одежды, посвященной атомной энергетике, рабочая одежда, деловая, светская, молодежная, детская одежда. Как сказал заместитель начальника управления информацией и общественных связей с АЭС, благодаря концерну «Росэнергоатом» и фонду АТРАЭС, сегодня мы имеем возможность ознакомиться с выставкой. Это хорошо, что организованы такие конкурсы, что много номинаций, и здорово, что на этой выставке представлены книги, на которых мы воспитывались. Передвижная коллекция редких книг посвящена 85-летию старейшего в нашей стране специализированного издательства для детей и юношества «Детская литература». На ней представлены образцы детских книг почти за все время существования издательства, начиная с 1936 года, довоенные, военные, послевоенные, современные книги. Среди экспонатов книга «Когда закончилась война» изданная концерном «Росэнергоатом» совместно с издательством «Детская литература». В нее вошли работы участников и победителей конкурса «Атомный пегасик». Мой рассказ был о моем деде, который участвовал на войне и прошел Великую Отечественную войну. Он прошел полностью, выиграл, дошел до самого Берлина. Стоит отметить, что в Десногорской библиотеке отведено два зала для выставки. Во втором зале представлена экспозиция кукол победителей первого международного конкурса «Атом-кутюр». Куклы из соломки, тканевые, из глины, фарфора, куклы-обереги, русские народные, вязанные, праздничные. Никого не оставит равнодушным выставка кукол победителей конкурса юных модельеров и дизайнеров «Атом-кутюр» в номинации «Кукла-мечты», в числе которых и юные десногорские мастера. Среди победителей есть и десногорцы. В номинации «Рабочий атом» Вероника Стальмахович. В номинации «Наш ответ взрослым» Ангелина Саутенкова. Номинации «Деловой атом» и «Атомная неделя моды» Ксения Сверидова. Прекрасные куклы-смолянки выполнены из народных натуральных материалов. Работа победительницы и выпускницы Десногорской детской художественной школы Анны Кухтенковой. Посетить выставки в Центральной библиотеке Десногорска 4-го микрорайона может каждый желающий до 8 апреля. Они открыты для посетителей ежедневно с 10 до 18.00. Во время Великой Отечественной войны Куйбышевский район Калужской области стал местом кровопролитных противостояний. Земля здесь до сих пор хранит в себе отголоски и свидетели тех событий. Это подтверждает поисковый отряд из Десногорска за родину. За последние два года его коллективом в этих краях были найдены останки 33 погибших бойцов. Мы не знаем их имен, но мы точно знаем, что они отдали свои жизни за нас, за наш мир, за нашу свободу. Перезахоронение погибших прошло 2 апреля в селе Закрутое Куйбышевского района. Их имена и личные данные остались неизвестны, поэтому свой покой они обретут в братской могиле недалеко от места гибели. У подножия мемориала уже захоронено более 800 воинов. Проведение поисковых работ – это благое дело. Жалко, что в наше настоящее время молодежь это все меньше и меньше понимает. То, что это уковечивание памяти наших отцов, дедов, которые боролись за независимость нашей великой страны. Прошедшая в этих краях вахта памяти стала уже четвертой для отряда за родину. За все время было поднято 64 солдата Красной Армии. Установлено было два имени, что позволило установить их родственников. При этом отряд намерен и дальше продолжить поисковую деятельность в этом районе. На сегодня выпуск завершен. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова